Здравствуйте! Это Суть дела. В России незаметно и тихо произошла юридическая революция. Пленум Верховного Суда России принял постановление номер 25 от 23 июня 2015 года, которое называется «О применении судами некоторых положений раздела 1 части 1 Гражданского кодекса». Это постановление ставит точку в старой, надоевшей всем тяжбе между здравым смыслом и юридической казуистикой. Касается это всех, у кого есть автомобили или иное имущество, то есть почти всех граждан России. Что же там такого написано в этом постановлении? Читаем медленно и не спеша. Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчикам будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной, более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества. Ну, наконец-то, наши суды встанут на сторону лиц, имуществу которых причинен вред, не ущемляя их права на получение возмещения убытков в полном размере. Речь идет о расчете суммы ущерба с учетом амортизационного износа. Поскольку большинство наших зрителей не обучалось на юридических факультетах, поясню на примере. Предположим, автомобиль лица А в результате ДТП, происшедшего по вине лица Б, получил повреждение. В результате составленного экспертом заключения, потерпевшей стороне, для восстановления автомобиля необходимо затратить 50 тысяч рублей. Но данная сумма включает в себя расходы на приобретение новых деталей. С учетом же износа, ну, допустим, 50-процентного, уничтоженные детали, либо детали, замена которых необходима, будут стоить 25 тысяч рублей. Возникает вопрос, а на какую же сумму реального ущерба может претендовать пострадавшее лицо А? Мы можем ответить, что 25 тысяч рублей, как аморзиационный износ автомобиля, составляет 50%, как и решил когда-то один из составов Федерального арбитражного суда. Мотивировка постановления была следующей. Под убытками, в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса, понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или будет обязано произвести для восстановления нарушенного права. Утрата или повреждение его имущества – реальный ущерб. На момент ДТП автомашина, принадлежащая ИСЦУ, имела износ 58%. Следовательно, узлы и детали машины, подвергшиеся замене, имели такой же износ, и их стоимость в момент причинения вреда была ниже стоимости новой детали. Поэтому, определяя размер ущерба ИСЦА, как затраты на ремонт автомашины без учета амортизационного износа, суд возлагает на ответчика обязанность возместить затраты владельца поврежденной автомашины на улучшение этой вещи, что противоречит статье 15 Гражданского кодекса. При таком решении вопроса потерпевшей стороне компенсируется лишь 50% той суммы, которую она потратит на восстановление своего права. Данные расходы будут произведены исключительно как прямое следствие правонарушения, несмотря на то, что действительно автомобиль будет частично обновлен. Представьте себе, соседи сверху залили водой квартиру в многоквартирном доме, и потерпевшие стороне отказывают в требованиях по убыткам, представляющим сумму, потраченную на новые обои, ссылаясь на то, что у старых обоев 70% износа, а следовательно подлежит возмущению лишь 30% затраченных сумм. Абсурд, скажете вы? Лоббизм, отвечу я. Кто-то очень влиятельный сделал так, чтобы в судах торжествовали несправедливость, основанная на законе и здравом смысле, а чьи-то интересы. Кому же может быть выгодно «Занижение суммы ущерба по делам о причинении вреда». Если бы я был конспирологом, ну, это сейчас очень модная профессия, я бы предположил создание некой корпорации причинителей вреда, разбивающих чужие машины и заливающих чужие квартиры, дальше список может быть расширен, за счет поджигателей чужих домов, ну, а далее, как позволит вам ваша фантазия. Но все гораздо проще. Мифических злодеев, причиняющих нам ущерб, не существует. Зато существуют страховые компании. Принцип «куи продест», кому выгодно по латыни, никто не отменял. Так что следует ждать новых ухищрений страховщиков. Им постановление Пленума Верховного Суда точно не понравится. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok